Всем здравствуйте, ребяточки! Сегодня среда, 17 июня. Уже можно сказать июнь, середина июня, да? Скоро закончится июнь. Лето быстро пролетит. И хочу показать вам тигряточек, которые у меня представлены на продажу. Это тигряточки-стандартики от очень крупных, хороших родителей. Вот, очень хорошие линии улетят там. Они вырастают крупными. И вот мои, по крайней мере, самые большие, по 13-14 см. Я брала такими же подростками. И вот они у меня выросли большие. Я приложу последнее фото. Вы посмотрите. Три улитки. И у меня огромный еще альбиносик тоже большой. Альбиносик у меня живет отдельно. А стандартики отдельно. Вот, я хочу не мешать как бы стандартов с альбиносами. Хотя у стандартов есть генальбина. Вот у этих деток могут родиться малыши. То есть, с геном альбина альбиносики. Вот. Вот такие вот они хорошие. Где-то они у меня по... Они, вернее, им 5 месяцев примерно. Этим вот тигряточкам. Вот. По 300 рублей улитка. Кому надо, пишите. Высылаться будут они почтой. По хорошей погоде. Ну, сейчас хорошая погода уже. Первым классом. Либо обычной посылочкой. Если живете недалеко, то можно простой почтой, простой посылкой. Они так же доходят, как и первым классом. Ну, а кто далеко живет, то только первым классом. В среднем, где-то 400 рублей первый класс. Иногда 350 выходило, 400-40 выходило. По-разному. Вот на дальнее расстояние там 500 и 600 рублей у меня выходило. Но это очень далеко, когда вот идти. Живот улит к тигрикам нужна стабильность на протяжении всей жизни, чтобы они, ну, себя не кусали, не грызли, как говорится. А так это совсем неприхотливый вид. Они очень прожорливые. Когда 2 года назад я завела тигрят, я очень боялась, переживала, что они у меня не приживутся. И что такие они капризные. Все говорят, что вот. Нет, у меня нормально. Они пошли хорошо расти. Аппетит у них очень хороший. Миску кольцесмеси они у меня за ночь съедали. То есть сруны-жруны очень такие вот тигры любят поесть. Вот. Так вот я их обзываю сруны-жруны. Вот. И они ленивые, они медлительные, меланхоличные. Вот. Вот здесь вот такие сандартики красивые. Ножка у них такая интересная. Они, ну, такие вот, знаете, захотят они выйдут, захотят они могут спать по двое-трое суток. Большие вот у меня тигры есть. Есть, которые как по расписанию выходят, а есть, которые могут спать по два-три дня, не просыпаясь. Ну, видимо, они едят грунт, потому что я замечала, что какашульки черного цвета. Все мои улитки живут на торфе. Вот такой вот рыхлый торф у меня. Тигры прям закапываются, то есть на поверхности я их не вижу, они очень хорошо закапываются, роют себе. Вот, положила я им свежий сфагнум. Ну, а тут вот в уголке у них кальций смесь. А также кальций смесь я посыпаю на ихний корм. Вот сегодня у них на ужин уже вот поели они лопушок. Любят лопухи, кстати, все улитки хорошо едят лопухи, заметила. Не настолько любят подорожник, там клевер и крапиву, как лопухи. Ну и салат листовой, это да, это само собой. Ну, сейчас пока лето, хочется покормить такой свежей зеленью, не магазинским салатом. Свой салат пока еще не совсем поспел, вернее, за ним надо ехать. А в другой город у нас сад далеко у родителей, поэтому пока вот я покупаю салат, ну и стараюсь собирать листочки. Они хорошо едят листики. Вот огурчики уже пошли тоже хорошо кушают. Эти тигры выращены на морковке, они любят морковочку. Поэтому вот я им дала морковочку. То есть, кому интересно, пишите. Есть еще маленькие альбиносики, но там совсем маленькие. Ну, тоже как бы они на продажу цена также 300 рублей, но им 4 месяца, они поменьше, конечно. тигры очень медленно растут, зато всю жизнь. Поэтому такой вот интересный вид улиток. Я обожаю тигров. Это мой один из любимых видов тигры. Вот. Сейчас у меня три линии тигров. Одни у меня с геном роз, подросточки. Вот. И как бы две разных линии от разных заводчиков. Вот. чтобы были разные, как говорится, гены. Поэтому вот такие вот они активные. Хорошие малыши. геном роз, геном роз. Спасибо. Продолжение следует...